Добрый день! Здравствуйте! В студии Вестника Кавказа очень дорогой нам гость Исрафила Ширлы, который буквально пару дней назад вернулся с Эвереста. Не с Эвереста. Не с Эвереста? Нет, с Эвереста я в 2007 году вернулся. Так откуда вы вернулись? К Анчинджанга. А это где? Это там же, Гималайя. Это там же, Гималайя. Мне простительно, видите, светлые волосы, так что такие вещи. Третья по высоте гора после Эвереста ассоциируется единственная гора, которая ассоциируется с женщинами, то есть это считается гора женщина, скажем так, в поверьях. В поверьях? В поверьях непальцев и индийцев считается гора женщина. Переводится как сокровищница пяти великих снегов. Имеет пять вершин, из которых четыре находятся выше восьми тысяч метров. Главная вершина восемь тысяч пятьсот восемьдесят шесть метров. И еще, по поверьям, гора не подпускает к себе женщин. Ревнивая гора. За всю историю ее покорения, включая этот год, всего лишь восемь женщин смогли оказаться на ее вершине. Остальные погибали при тех или иных условиях. Некая мистика в этом есть. По крайней мере. Да, выходит, что так. Ну, расскажите. Так что это была Канчинжаник. Расскажите, каким был этот подъем? Чем он отличался от всех остальных? Вы же не единожды ходили в горы. Кроме того, вы президент Азербайджанской федерации альпинизма. Да. Вот что было особенного в этом походе? Ну, скажем так, если взять Канчинжангу как отдельную гору, то само по себе особенность в том, что это один из, несмотря на то, что это не самая высокая гора, но она считается одной из самых труднодоступных. Она очень далеко расположена, к ней очень долгие подходы пешие. У нас занял он 12 дней. Лагерей, сама гора нечасто посещаема, даже если сравнить с тем же Эверестом, на Эвересте в сезон бывает до тысячи восходителей и выше, с двух сторон. И там, скажем так, там уже, можно сказать, хороший хайвей. Везде провешены веревки, обработано, все известно, удобное расположение лагерей. То есть здесь все делаешь с листа. Ты приходишь, ты не знаешь, где маршрут, предполагаешь, где маршрут, по описанию. Нет никаких явных указателей правильности, неправильности пути. И есть несколько, скажем так, ключей, основных участков ключевых, которые надо проходить. Одни из серьезных участков, там, скажем, ледопад, в котором надо найти среди трещин большого количества сираков, огромных глыб, правильные пути. И в этих местах, как правило, произошло несколько известных трагедий с разными экспедициями. Поэтому какая-то общая аура того, что гора очень сложная, она постоянно присутствовала. И экспедиция сама была организована российской стороной. Я был приглашен туда. Это была спортивная экспедиция. Лидерами экспедиции являлись два очень сильных высотника, члены российской сборной. Это Алексей Болотов и Николай Татмянин. И все приходилось сделать первыми. То есть мы первыми распечатали гору, пошли на нее, хотя там было еще четыре экспедиции. А что такое распечатать? Вышли на маршрут. То есть с этими ребятами надо быть постоянно в форме. Они не сидят в лагере. Другие там сидят, ждут, отдыхают. Когда будет погода, этим покой только снится. Вот есть гора, на нее надо идти. Мы все время были первыми, все время лидировали. Все высотные лагеря ставили мы. Все маршруты проходила наша группа. Веревки, перила готовились нами. Маршруты искались нами. Ледопад был пройден тоже нами. То есть это, скажем так, основная работа на горе была проделана российско-азербайджанская экспедиция. Вы упомянули о спортивном восхождении. Чем оно отличается от другого? Остальные группы, которые присутствовали, осуществляли коммерческие восхождения. Пользуюсь кислородом, пользуюсь услугами высотных носильщиков шерпов индивидуальных. Были члены даже такие, у которых одна американка была. У нее было три индивидуальных шерпа. Не один, а три. То есть были моменты, когда ее наносил, как несли? Ну, вы знаете, она на спуске. У нее начались проблемы. Она потеряла зрение. И эти высотные носильщики помогали ей осуществлять спуск. Действительно, ее несли на руках, но с 7 тысяч ее сняли вертолетом. Ну, иногда такое происходит, потому что организм оказывается в экстремальных условиях. Какие-то процессы могут происходить. И с вами, я вижу, тоже, слава богу, все в порядке. Вы же здоровы, у нас в гостях. Ну, да, все нормально. Потому что, дай бог, чтобы всегда все происходило так же. Скажите, пожалуйста, вы сказали, что всю дорогу шли пешком. Какой груз несет на себе альпинист в дороге? Смотря, где он идет. Если это трекинг, подход к базовому лагерю, то зачастую экспедиционный груз переносится носильщиками, портерами. Если мы говорим о спортивной экспедиции, то выше базового лагеря все переносится самими альпинистами. То есть, наш груз доставлен, а дальше мы уже обсуждаем тактически, правильно систему лагерей и делаем правильные заброски. То есть, нанесем весь груз сразу вверх. Это может быть около 60 килограмм на каждого альпиниста. А делим все спокойно на определенные части. И порционно заносим это на голову. А что едят альпинисты? Есть какая-то еда особая, как у космонавтов? Есть и едят еду. У нас тюбиков специальных нет, как у космонавтов с борщом. Но есть свое, скажем так, есть сублимированные продукты, очень легкие по весу, упакованные, завакуумированные, в которые надо просто добавить воды горячей, немножко поварить, и вы получите... Доширак? Нет, доширак, кстати, невозможно есть уже. Есть российские компании, которые производят хорошие продукты, сублимированные, есть зарубежные аналоги. Все это очень легкое по весу, и вы можете найти все, что угодно. От мороженого, вернее, кончая мороженым, начиная с каким-то борщом. Я думаю, с мороженым в горах вообще проблем не должно быть, там холодно. Ну, снега много, да. В высоких горах с холодом проблем не бывает, его там предостаточно. Как-то нужно свою физическую форму поддерживать перед восхождениями? Вообще, обычный человек, сколько нужно тренироваться, чтобы довести себя до такого состояния, чтобы ты полноценно смог подняться на гору? Я не говорю, конечно, о Гималаях, ну, вот что-то пониже. Это очень индивидуально. Вы знаете, Маш, это надо всегда в форме стараться быть. И если мы говорим о альпинизме как не о развлечении разовом, а как о серьезном виде спорта, как о вполне серьезном виде, то, конечно, надо готовиться к нему и в межсезонье. То есть в период, когда вы находитесь не в горах, а этот период может длиться до года, потому что, скажем так, многие могут позволить себе только раз в году выехать летом, то весь остальной год, конечно, надо готовиться. Но циклические монотонные нагрузки, велосипед, плавание, беговые лыжи, бег, все, что связано вот с такой похожей нагрузкой, это все здорово помогает в тренировочном цикле. Восхождение это все-таки очень дорого. Сколько стоит подъем на гору? Вы знаете, все очень зависит от того, на какую гору вы идете. Если вы идете на Эверест, то вы платите очень большие деньги. Причем эти деньги состоят не только из вашего снаряжения, билетов на самолет, если кто-то оплачивает портеров, вернее, шерпов, кислород. Это все, конечно, составляющие. Там есть еще такая вещь, как разрешение на восхождение, пермит. А что это? Правительство Непала, в данном случае, если речь идет о Эвересте, и в том числе правительство Китая, потому что граница между Непалом и Китаем проходит как раз по вершине Эвереста, и восхождение можно осуществлять с двух сторон. Так вот, есть официальное разрешение на посещение национальных парков, на посещение вершин, на пребывание вершин, на совершение пешего перехода трекинга. Каждый из этих позиций подразумевает разрешение. И разрешение на ту или иную, на тот или иной выход, на ту или иную опцию, оно стоит различных денег. Основная прибыль Непала, она заключается в туризме. Помимо того, что приезжают туристы, альпинисты, горовосходители еще платят отдельные деньги за те или иные восхождения. Ну, как бы Пермит подразумевает то, что правительство обязуется национальный парк, вершину и так далее держать чистой, обслуживать ее еще какие-то расходы. Конечно, они тратят деньги на это, но тем не менее, Эверест для многих мечта, желаемая вершина, туда хотят попасть. Соответственно, это хорошая возможность получить дополнительные деньги в казну, что и происходит. Ну, я так от вас и не получила конкретные цифры. Вот скажите, вот примерно радиус. Я вам сейчас просто скажу, что сейчас Эверест начинается, нормальная экспедиция, просто спортивная, она начинается где-то от 5-6 тысяч долларов. Но это те деньги, которые вы просто потратите на то, чтобы получить разрешение. Туда войдет офицер связи, который будет с вами. И обеспечивать ваши взаимоотношения с местным населением. Повар и кетченбой, все. Если вы что-то хотите дополнительное, вам придется платить. Коммерческие экспедиции начинаются от 20 тысяч долларов. Американский организатор Рассел Брайс, у него цены зашкаливают до 60 тысяч долларов. Мы говорим нефть, нефть. Вот он самый удобный природный ресурс, который никогда не кончится. Ну, вы знаете, многие очень готовы отдать чуть ли не последнее за то, чтобы оказаться на этой вершине. Причем зачастую это не альпинисты профессиональные, а обыватели. Каким-то образом можно привлечь спонсоров или что-то еще? Вообще возможно ли заработать какие-то деньги на альпинизм? Или это скорее просто очень дорогое хобби? Ну, скажем так, мое мнение, что как руководителя федерации, как человека, который в том числе является одним из спонсоров федерации, я считаю, что на горы надо тратиться. Почему? Потому что речь идет не просто окружающая среда, экология. Это все, да, это должно быть, но ваше снаряжение, ваша безопасность, это все стоит денег. То есть снаряжение для высоких гор очень дорогое экипироваться, это хорошо экипироваться с нуля, это от 3 до 5 тысяч долларов. Ну, есть как бы коммерческие организации, которые зарабатывают на этом, иначе бы это все не работало. Ну, уровень заработка у них не огромен. То есть из тех же 60 тысяч долларов, скажем, которые может Рассел Брайс брать, он может зарабатывать совсем немного. Потому что малейшее отклонение от запланированного, какой-то несчастный случай, они моментально пускают все резервы на спасательные работы, и у них может сгореть все. Они могут даже не заработать деньги в этом сезоне, но зато у них будут все живы и здоровы. То есть альпинизм это все-таки энтузиазм и романтика прежде всего, не бизнес. Совершенно верно. Совершенно верно. Это изначально было. Некий орел романтики был изначально и остается до сих пор. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...